Более трехсот защитных повязок доставил в Сару в благотворители из Нижнего Новгорода. За десять минут они разлетелись, как горячие пирожки. За масками пришли медицинские работники, волонтеры, многодетные матери. Наш город Нижегородской области стал первым, где стали раздавать бесплатные маски. Во-первых, мы смотрели, в каких малых городах, скажем, мы можем сделать это без какой-либо политической подоплеки, потому что многие спрашивают, за кого голосовать и так далее. Мы к политике никого не имеем отношения. Да, просто решили, скажем так, с малых городов, именно с вашего, начать и будем, скажем, курсировать по другим малым городам. Заниматься благотворительностью Искандер начал в период пандемии, когда обнаружил на прилавках магазинов и аптек дефицит масок. Молодой человек решил помочь нуждающимся и своими руками начал шить повязки. Решил просто проявить свою гражданскую позицию и показать о том, что вне зависимости от того, где мы с вами находимся, беда у нас общая. И решил, скажем, продемонстрировать, что если я своими руками, как мужчина, это могу отшивать, любой желающий может также отшить их. Хотя бы если по две штучки будет раздавать, соответственно, уже будет намного, скажем, возможности приостановить эту заразу. Вместе с Искандером в акции принял участие российский и американский спортсмен, актер, общественный деятель Олег Токтаров. Он на свои средства приобрел продукты питания и отдал тем, кто в период пандемии оказался в сложной жизненной ситуации. Моя задача немножко другая. Я мотиватор. Я мотиватор. То, что я там потратил, я для себя посмотрел. 10% я могу потратить на еду и постоянно буду это делать. Прекрасный момент сейчас пришел, когда можно что-то сделать для своего общества, для своего народа. Также благотворители рассказали горожанам, как лучше пользоваться масками, с какой периодичностью их нужно стирать и как дезинфицировать. В планах у Искандера и Олега продолжать заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. В ближайшее время партию повязок отправят в город Темников. Пожалуйста, будьте такими. Пожалуйста, посмотрите на себя со стороны. Что вы в этой жизни сделали, кроме складывания денег в кубышку? У вас сейчас появился прекрасный шанс. Вперед!